На месте небольшого села Болошнево под Рязанью во времена царя Иоанна Грозного находился погост Сагорье. Со временем к нему подселялись ратные люди, освободившиеся от военной службы, прибылые крестьяне и мелкие ремесленники. Украшением села была Преображенская церковь, которая упоминается аж с 1597 года. С этим храмом связаны имена трех новомучеников русских – Петра Чельцова, Михаила и Леонида Викторовых, пострадавших в богоборческие времена. Имя – Леонид Сергеевич Викторов, год рождения – 1891, место рождения – город Рязань, образование – Рязанское духовное семинарие, должность – настоятель храма в честь Преображения Господня в селе Болошнево Рязанского района Рязанской области. Обвиняется в участии в контрреволюционной группе церковников, возглавляемой архиепископом Ювеналием. Приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. В начале 1936 года был арестован будущий священомученик архиепископ Рязанский-Шацкий Ювеналий Масловский. Обвинили архипастеря в том, что он являлся организатором и вдохновителем контрреволюционной группы духовенства, монашества и церковников. Систематически с духовенством из числа арестованных вёл контрреволюционные суждения, давал установки контрреволюционного характера, в частности, о переводе церкви на нелегальное положение. С этого момента началась охота на священнослужителей Рязанской епархии. Над отцом Леонидом нависла угроза именно ареста. Ладыку Ювеналий арестовали, значит, скоро придут и за теми, кто по долгу службы был связан с ладыкой. Но отец Леонид не стал искать какого-то убежища и остался на своём месте. Мы знаем по воспоминаниям его близких, что ночь он проводил в молитве. Детей прятали, да, прятали соседи, прятали близкие люди. Власти решили пойти тогда другим путём. Они объявили, что тот, кто будет укрывать детей священника, тот сам будет арестован. 20 февраля того же 1936 года отца Леонида выследили в соседней деревне, арестовали и потребовали выдать церковную казну. Не найдя при обыске никаких денег и ценностей, чекисты забрали священника в тюрьму. Его личные документы, дневник и письма были изъяты. Когда священника арестовывали, семью сразу выселяли из дома. Семья становилась сразу бездомной. А представьте себе, маленькие дети, каковы были нравственные страдания супруги священника, когда вот она оказалась на улице с детьми. Дети объявляли детьми врага народа, лишали определённого статуса, могли исключить из школы или из высшего какого-то учебного заведения. То есть просто жизнь человека превращалась в жизнь решенца. Отца Леонида лишили избирательных прав, а его дочерей Александру и Елену не принимали в учебные заведения для продолжения образования, в связи с чем семье Викторовых пришлось переехать в село Тума. Только здесь девочкам удалось поступить в педагогическое училище. Мы жили в деревне, потому что маму в Рязани не брали учиться, как дочь врага народа. И она училась здесь, в Туме, недалеко, и получила направление. В общем, здесь мы и остались. И все братья и сёстры, у них было четыре сестра и братья, всегда приезжали к нам в деревню, и всегда они вспоминали об своём отце с такой любовью. Воспитанием будущего священномучника занималась мать и, конечно, дед, строитель и настоятель храма в честь преображения Господня в селе Болошнево Иоанн Викторов. Это была большая священническая дружная семья. Водитель, отец был дьяком, ну, а мать, домохозяйка, наверное, как сам сказать. Он умер очень рано, в 35 лет, но получил звание потомственного, почётного гражданина города Рязани. Видимо, он так хорошо службу вел, так хорошо пел. Не знаю, потомственного, почётного гражданина. Рано лишившись отца, Леонид как сирота был принят на бесплатное обучение в Рязанскую духовную семинарию, по окончании которой поступил псаломщиком в Болошневский храм. И началось служение отца Леонида. Епископ Рязанский Зарайский Дмитрий рукоположил его сначала в дьяконы, а потом и в сан священника. Почти 20 лет он отслужил в Богородицком храме в селе Курбатова, а по закрытию церкви в богоборческие времена вернулся вместе с семейством в Болошнево, в церковь, которую построил его дед. Матушка была очень слабенькая, такая худенькая, а дочери старшей Ане было 20 лет. Он сказал, береги детей и мать. Ну вот, она всю жизнь прожила с мамой, всю жизнь оберегала детей, всем дала образование. Все время жила, и даже когда умерла, легла с матерью в одной могиле в Рязани. С февраля 1936 года семья батюшку больше не видела. Особое совещание при НКВД СССР, рассмотрев уголовное дело в отношении рязанских священнослужителей и мирян, признала их виновными в участии в контрреволюционной группе церковников, возглавляемой архиепископом Иувеналием. Приговор – пять лет исправительно-трудового лагеря. Отбывать наказание отца Леонида направили в Мариинский исправительно-трудовой лагерь, где батюшка и скончался. Дорога скорби и печали. Так сегодня называется экскурсионный тур по Мариинскому ГУЛАГу, у одному из отделений Сиблага. Здесь посетителям рассказывают о нечеловеческих условиях жизни и труда, пытках и убийствах политзаключенных, чью память почитают в новом храме, освященном в честь святой великомученицы Анастасии Узарешительницы. Через этот лагерь прошли почти 200 тысяч человек. Одной из жертв стал протаерей Леонид Викторов. В апреле 2006 года он был причислен к лику святых, новомучеников и исповедников российских.